Фигуристы пытались вернуться на любительский лёд, поскольку это было разрешено. Практически ни у кого не получилось, за исключением Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова. В Левкамере выиграли свою вторую золото олимпийское. Больше ни у кого не получилось. И Николь Бобек, одна из участниц чемпионата мира, пока лидирует Мишель Куан, Юка Садо на втором месте, на третьем Лючень Китаянка, чьё выступление мы не видели, и Оксана Баюл занимает четвёртое место. Николь Бобек выступает под музыку из кинофильма «Маска Зорра». Эду фигуристу тоже мы хорошо знаем, видим её практически на всех ледовых шоу. Необычайно талантливая, она в своё время всё-таки не могла добиться успехов, соответствующих своему таланту. Я имею в виду выступление в любительском спорте, потому что выступала она крайне неровно. И блестящие выступления чередовались у неё с выступлениями провальными. Может быть, это связано с тем, что никогда Николь Бобек высокой работоспособностью на тренировках не отличалась. Ну а за счёт одного таланта, известно, что за счёт одного таланта в нынешнем большом спорте далеко не уедешь. КОНЕЦ 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 Популярность и обожание сопровождали всегда американскую фигуристку Николь Бобек. Но я опять повторю, что она всегда выступала очень неровно. Можно вспомнить 95-й год чемпионата мира, когда она блестяще катала короткую программу, шла на первое место, но произвольную программу просто провалила. Оценки Николь Бобек. Неплохие оценки за технику. Пожалуй, с ними она может опередить её кусата. Ну вот за представление 5,5 и 5,8 есть. Вот то довольна, то недовольна. Ну в общем, с такими оценками она становится второй после Мишель Коваль.